Итак, кому продавать дичь с охотой, да, допустим, вы поохотились где-то в месте определенном, приезжайте в Ротаю, вот здесь есть вот кузнец, заехали, допустим, у вас перегруз, вы подождите, пока кузнец зайдет туда, потому что у меня раньше, например, если с ним диалог начинаю, там, видимо, бак, у него нет окошка продажи, пока он сюда зайдет, возьмем тут какую-то фигню, и начинается этот момент, с ним можно разговаривать. В общем, подходите к нему, если у вас не вкачный перк, надежный посредник, который доступен на 12 уровне красноречия, который позволяет вам продавать краденое, тогда вам нужно пожарить мясо и все, что у вас там есть, все, что вы наутили, вам нужно пожарить, чтобы оно перестало подкраденое. Если же у вас этот перк есть, как у меня, то можете смело прям так все это складывать, даже если оно краденое, но оно краденое, типа, потому что там охота запрещена. Вот, посмотрите, видите, то есть очень много денег, на самом деле, состояние у торговца 200, у него состояние там по 10 тысяч бывает, по 14, по 15 просто. Я сейчас времени отмотал, и недавно только ему продавал все это, поэтому у него такое маленькое состояние, то есть обычно у него состояние очень большое, и, ну, можно на этом нормально заработать. Нужно просто отмотать сутки, и все, если знаете еще какие-то места, кому это можно продавать, но тут вопрос не в том, я знаю, что можно там корчмарям всяким продавать в товарах, но у них денег практически нету. То есть если вы какие-то еще места знаете, где можно продавать шкуры, мясо, вот это вот все, и у торговца, чтобы было много денег, пишите их в комменты, все, я вот продаю ему. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok